Продолжение следует... Продолжение следует... Вам захотелось оказаться в стране чудес. Что ж, вполне понятное желание. И настолько сильное, что я просто не могу его не исполнить. Я волшебница. Экстрасенс, что ли? Просто волшебница. Тебя зовут Маша Иванова. И сегодня после школы ты купила шоколадный. Половину съела, а остальное лежит у тебя в левом кармане. Мы, наверное, мимо шли и видели. А подсматривать нехорошо. А два дня назад ты дала списать домашнюю работу по математике своему однокласснику, Саше Петрову. И именно поэтому он не получил войну. А этот самый Саша Петров... Десять минут назад на тетради по математике написал «Саша и Маша Д». Чего-то. Я Д? Дура, что ли? Ну, Петров, сам дура. Саша Петров не написал слова. И я не знаю, что такое Д, но я точно знаю про твое желание оказаться в стране чудес. А что, это возможно? Только для тех, кто верит в чудеса. Я верю. Что ж, Алиса оказалась в стране чудес, а ты... А ты отправишься в волшебное королевство, если в течение... Двадцати синим минут. Ты прочтешь вслух свое приглашение и съешь кусочек шоколадки. Но у меня нет никакого приглашения. Уже есть. Оно лежит у тебя в левом кармане. Тут только шоколадка. Приглашение. Ой, а можно я еще кого-нибудь с собой возьму? А то как-то страшно одной. Наверное, возможно, можно. Ой, мне пора. Дела. Спасибо. Всего хорошего. Хоть бы кто-нибудь появился. Кем можно было бы отправиться в волшебное королевство? Эй, Петров, иди сюда. Ну? Ну, хочешь, прямо сейчас вместе давай отправиться в волшебное королевство? Куда? Волшебное королевство. Ну, вот как книги, алиса в стране чудес. Ну, не совсем как книги, а почти. Там чудеса, а там волшебство. Вернее, там чудеса, а там тоже. И чудеса, и волшебство. Пошли, а то не успеем. Волшебную страну не успеем. Иванова, по-моему, ты сказки перечитала. Это не сказки. Это все существует на самом деле. Просто одной... Как-то не то. А вдвоем тоже. Ерунда какая-то. Иванова, можешь тебе лучшую историю древнего мира почитать. Там цезарь македонский воевал. Суп ты, македонский цезарь. И вовсе это не чепуха, а счастливый случай, который упадает только раз в жизни побывать в волшебной стране. И я знаю, как туда попасть. Ага. А скажи, Саша, правда, что ты минут 20 тому назад на тетради по математике написал Саше про машины? Ну, ничего я не писал. И, кстати, что значит Д? Что я дура? И вовсе нет. Д это... Это... Что? Значит, все-таки написал? И как я об этом узнала? Ну и как? Вот ты отправишься вместе со мной в волшебное королевство? Да. Скажу. Ну что, согласен? Нет. Я тебе домашку дала списать. А ты вот как. Боишься? Ничего я не боюсь. Все равно у тебя ничего не выйдет. Давай, Петров, время уходит. Ладно, Машка, пошли в твою волшебную страну. Только давай быстрее, а то у меня на тренировку скоро. Быстро. Только суровно сбежать можно. Вот. Тот, кто перебит в чудеса, в королевство попадет. Загадай свое желание, и оно произойдет. Раз, два, три, четыре, пять. Все вознужно в этом мире. И шоколадный кусочек. Тот, кто перебит в чудеса, не понял. Ничего себе. Вот это да. Вот здорово. Это у нас, наверное, глюки, а твои шоколадки начались. Где ты видел шоколадки с глюками? Тогда почему сейчас все вокруг такое? Волшебство. Я думаю, это волшебность научила. Это гипноз, что ли? Маша, ты меня заперматизировала, да? Вовсе не гипноз, а самое настоящее волшебство. Ага, чтобы поймали. А ну, люди спортом занимаются. Такая волшебная предпедательственная политика. А ну, стой! Шокол поймай! Очень спортивное государство. Ну, попадись вы мне! А надо? Да. А зачем? Чтоб я вас не боялась. А зачем ловить? Чтоб в башню попасть. А башня это что? Башня это башня. Ну, вообще, кто такие? А вы? Я! Быстронокий его высочества принца! В Тротерлянде! А мы туристы из соседнего королевства. Из Мухадрюнде, что ли? Откуда? Оттуда! Мы именно оттуда! Ага! Знакомьтесь! Мухадрюндец-Иванова! Знакомьтесь! Петров! А чего вы тут делаете? У вас есть разрешение? Мухадрюндец-Иванова! У нас есть разрешение? Здесь нельзя находиться без разрешения королевского предпредителя. Это территория нейтрального времени. Текучее время. Вперед! По пятны. По пятны назад. А тут вверх стоит. Почему у вас только в ухадрюндец-Иванова? Как это? Время идет назад. Значит, в обратную сторону. У Гуртии из-за магиста по пятны шлем, в рейс по пятны идет назад. И все постоянно молодеют. А в Тротерляндии из магиста текучего времени. Время текучее идет вперед. И все постоянно взрослеют. Здорово! Петров! Пошли в Тротер! Он взрослеет. Если вы без разрешения королевского предпредителя нарушите границу в Тротерляндии, то вас посадят в башню текучего времени. И вы будете там сидеть, пока не заставите. Это сколько лет туда сидеть? У нас время идет очень быстро. Так что не переживайте. Огрегусь и не успейте, как встанетесь далеко и старше. Нет, Петров, мы туда не пойдем. Мы лучше сюда пойдем, помолодеем. Ты куда, молодец, забралась? Хочешь опять в первый класс пойти? А вас там душу посадят в башню. Только попятную. И будем там сидеть, пока... Тебе что, Маша, в ясли захотелось? Молодец она собралась. А эти, которые бегают туда-сюда? Это кукулы-перебища. Они все в тренадии повзрослеют. В кукульде уже, ты будешь молодец. Там попутут и назад. У нас так все население живет. Иначе ты здесь не заставишься. И чего вы их тогда ловите? Пусть бегают. У меня на пути такая, а у них разрешения нет. И чего же это у вас все так несправедливо устроено? Это их высочества никак не договорятся. Пусть бегают. Пусть бегают. Пусть бегают. Маска, ты во что нас втянула? Волшебное королевство. Здесь находиться опасно для жизни. Я же говорю, мне этого волшебница научила. А как обратно вернуться она тебя научила? Обратно придумаем что-нибудь. И ничего вы не придумываете. И никто без меня ничего не придумывает. Потому что я главное бы придумываю. Вы, конечно, можете попробовать. Но у вас все равно ничего не получится. Можете даже не пытаться. Потому что это целая наука. Что-нибудь придумываете. Если никто... Это что за попугай? Никто попугай. Где попугай? Да, мы. Улетел попугай. Почему улетел? По заключению улетел? Да как он мог? Попугай не должен летать. Сам по себе. Когда он уступится. Что будет, если все начнут летать, когда захотят? Ничего хорошего. А тут целый попугай улетел. Кто? Дяденька. А кто? Кто дяденька? Где дяденька? Где вы дяденька? Я дяденька? Я дяденька? Ладно. Вы тетенька. Кто тетенька? Где тетенька? Нигде. Он сейчас попугай. Да как она могла? Без разрешения. Без разрешения. Господин политик, вот вы где. Политик? Вы говорили с принцем Тернегляде о законе переменного времени и его существа в нетерпении. Терпение. Конечно, она не терпение. Она и должна. Она будет нетерпение. Иначе какое смысл, если нет нетерпения? Когорадевский распределитель тоже интересует. Можем вас поторопиться. Какой смысл торопиться, если можно не торопиться? Вы кто? Мы туристы и мухадрюки. Ага, мухадрюцы мы. А вы кто дяденька? Дяденька? Ну не тетенька же. Я дяденька. А ну, я послушаю, что вы сейчас кукульте. Я думаю. А политик чего делает? Политик голодит. Не заткнешь. А принцесса, она? Принцесса слушает. А распорядитель распоряжается. У нас и политик отрежется. Наш поспел везде поспел. Хорошо они устроились. Хвалитесь с воспорядителем. Хоть туда-сюда. Не стареют, не владеют. Ответные принцы-принцессы. Кто не договорится? Прячься, Петро. Нечего не справиться, как он-то гидывается на тебя. Виноги. Его высочество принц Тортирянди. Не стареют, не стареют, не стареют. Вы, ваше высочество, скоро превратитесь в младенца. А вы, уберёдного сетиного старца. А вы? Ваше высочество, претекает обсуждение. Мадам советник, что посоветуете? Надо посоветоваться. Хорошо посоветоваться. Очень хорошо посоветоваться. И что-нибудь решить. Господин Сюзначёт. Что говорят звёзды? Звёзды. 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 Молчат. Но если кто-то скажет, вы узнаете тут первое. Политик должен был обсудить с вами вопрос о том, чтобы ваша Тортиряндия вошла в состав Тортиряндии. Если вы не присоединитесь, то у вас время только останется в текучей. Если вы не присоединитесь. Ваше высочество, мать. Это и сама сама оказалась в таком положении. Вы нарушили закон о перемене времени, когда отказались меняться магистрами. Да чё ж ты началась? А я вам, господин воспринитель, говорю, что когда начинают говорить, то остальные перестают говорить. Потому что иначе никто не понимает, что он говорит. Со мной... А со мной свет горят, и я понимаю, что они говорят. А когда вы говорите... Вот и я о том же, когда я говорю, никто ничего не понимает. Да, с напославием этого снесера совершенно нечего. Вот и я, господин соглашатель, говорю, что нечего. Подам советую, не могли бы мы поговорить господином политикам? Могу! Пойдём, поговорим. Я тебе пару советов там заканчаю всякой. Эх, жаль, что политиками нельзя просто выключить. Да, жаль. Говорит, говорит, говорит. Чего говорит? Давайте его выгоним. Давайте. А ещё мы можем политика в башню посадить. Давайте посадим. Вот видите, ваше высочество, мы можем не только спорить. Да, хорошо. Ваше высочество? Да, ваше высочество. Предлагаю вам совершить приговоры, так как нет она и сторон не собирается уступать. Не собирается. Я бы, пожалуй, мог подумать от вашего предложения. Но принцесса с вами не согласна. Совершенно не согласна. Но я тоже обсудила. Но принц категорически против. Совершенно против. Но хочу напомнить факты. Только факты. Вы с каждым днём всё больше и больше впадаете в генство. А всё потому, что Бринц Дырдерленди нарушил закон о беремене времени. А вы тоже скоро в полёте. Только в генство с другого конца. Со всех концов. Опять не договорятся. Бедная принцесса. Так надеялась. Она мне сегодня сообщила, что хочет прыгать в куклы. Я не терплю подобного тона. А я не намерен терпеть такое отношение. Прекрасно. Нам больше не о чем разговаривать. Дорогу я вас очень любит. Дорогу я вас очень любит. Лежа, лежа, лежа. Опять ничего не решу. Определённое ничего. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Еще одни приколары пошли в тупик. Самые что ни на есть в тупик. Желкой и не бывает. Думаю, олимпетры еще в сезоне. Скоро принцесса разбежит к ладнице, подошла к ладнице. И потом, я признаю, не дееспособной. Тем временем принц, даже когда очень приколы возрастом, а может и... И тогда военный человек, который возьмет власть в свои руки и спастет короля от славы. А все недовольные будут сидеть в башню. А что? Кто здесь? Я Маша. Она, Ямаша. Я не Ямаша, просто Маша. И звук Андрея. Шпионка! Простомаша! Определенный шпионка! Да я тебя! Ямаша, просто Маша, в башню по пятному времени посажу. Или в башню идти кучу во времени. Будешь сидеть, пока... Смотря какой башню ты будешь сидеть. Именно сидеть. Господин соглашен. Подготовьте приказ, указ о заключении в рамке Ямаши по кличке Простомаша в башню текущего времени. В башню текущего времени. Поздравляю! Я быстро! Я быстро! Знаете что? Я вон, пожалуй! Меня нельзя в башню! Я это... Сестра-принцесса и внучка-принца внебрачная. Понятно, дядя? Какой я тебе... Да что ж вы все так тетями хотите быть? Не королевство, а... И не видать вам королевство, как в своих ушей. Понятно, дядя? Древняя девчонка! Да знаешь ли ты, сколько усилий я потратил на то, чтобы рассорить брензи с принцессой? Сколько заговорок, интриг! А ведь он хотел ей в предложении руки и сердца делать, но не успел. Я вовремя взбежался. Хотел объединить картерляндию и кукундию, чтобы время было стало обычным и всех были спокойно. Как будто меня интересуют эти рубежки. Нет! Все должны бояться, иначе... Будут сидеть в вашем. И я слышала. И ты будешь первая! Ба! Офа! Пустите меня! Давай вперед, идем! Ага! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И все это время, что вы, господи, родился, как свидетель, искусались из вас в этой принцессе, что вы за это ответите. Думаю, в полном случае, что принц будет идти на основание, почему он до сих выглядел на дурайной принцессе. Петро! Ты живой? У меня эти бегуные по дороге потеряли, а на коту нашел. А я же долго тебя искать буду. Петро! Ну чего ты, Иванова? А если бы ты потерялся на соседке, я бы никогда не узнала, что значит Саша. И Маша, да. Саша и Маша друзья. Друзья? Ага. Все, хватит божества. Давай домой возвращаться. Давай. Только отдохнем немного. А уж потом как-нибудь вернемся. Иванова. Ага. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Маш, может тебя домой проводить? Значит, мы же были на территории нейтрального времени, ты уходи, бундец. Кто? Где мы? Вам новую. Может тебя домой проводить? Значит, мы не были в волшебном королевстве, и ты не уходи, бундец? Ух, а кто? Ты волшебницы не была. Мне все присоединилось. Ребята, а вы не скажете, как пройти в фонтан? Ой, а что, эта девочка какая грустная. Не выспалась, сказка ей приснилась. Грустная. Знаете, сказки, как обычно, заканчиваются. Принц, жениться на принцессе, и жили они долго и счастливо. И время в их королевстве изменилось. Это она, волшебница. Знаешь, Иванова? Знаю. Ты на тетрадке по математике написал Саше и Маше Д. Откуда ты знаешь? И Д значит друзья. Чудеса надо верить. И тогда что-нибудь необыкновенное обязательно произойдет. Уважаемые наши родители, сегодня в футболе, в примере футболе, участвовали наши замечательные дети, а именно Маша Иванова, Борошина, Карина, Саша Петров, Седок Матвей, Быстронов, Сачков Александр, политик, Балашов Матвей, многодум, Никоненко Михаил, принцесса Кукундия, Зинченко Анастасия, Бринс, директор Нянзии, Галин Борис, магистр победного времени, Мальков Кирилл, магистр текучего времени, Никоненко Александр, мадам-советник, Кудашова Алена, издачок, Кудашов Тимофей, глашатый первый, Малькова Мария, глашатель второй, Горелов Матвей, распорядитель, Ильичок Владислав, соглашатель, Роджин Александр, бегуны-перебежчики, самая многочисленная наша группа, Челышева Екатерина, Алешин Захар, Баликин Аркин, Осипов Михаил, Механенко Анастасия, Курникова Дарья, Малькова Мария, Баликина Александра, вот наши самые юные, самые талантливые звездочки, и поклон от вас, ребята, нашим зрителям, а от вас, и от студентов, нашим замечательным звездам. АПЛОДИСМЕНТЫ